Всем добрый день! Сегодняшний мой ролик будет как бы продолжением моего сериала, который я начала снимать еще зимой, о новостройках города Лиски. Мы сейчас отъезжаем на машине от своего дома. Мы живем по улице Радужная, Новый район. И сейчас в реальном времени проедемся до всех объектов инфраструктуры. И я вам покажу, где они находятся и что это за объекты. Мы выезжаем на основную дорогу, которая находится на улице Романово, на первой улице наших новостроек. И эта дорога связывает наш район со всеми объектами и вообще со всеми другими районами города Лиски. Сначала мы повернем направо и рассмотрим объекты по этому направлению. Можно сказать, что здесь все основные объекты, которые необходимы для качественного существования, для удобства жизни. Мы будем ехать со средней скоростью, приблизительно 50-60 км в час. Да здесь сильно ты не разгонишься, потому что все объекты находятся очень близко от нашего района. Вся дорога на этом видео не ускорена, не замедлена. То есть вот в реальном времени, как есть, так вот мы едем и я снимаю, чтобы вам было понятно. А также на экране смотрите, читайте. Будет написано, сколько по времени от нашего дома доехать до того или иного объекта инфраструктуры. И какое расстояние, то есть сколько километров. Вот пока я говорила о вступлении, мы уже и доехали до первых объектов инфраструктуры. То есть это вот такие небольшие магазинчики. То есть помимо того магазина, который я вам показывала в предыдущих роликах о новостройках, которые находятся непосредственно в нашем районе, ближайшие магазины продуктовые вот эти. Также там в здании магазина есть парикмахерская. А еще помимо продуктов здесь продаются основные товары, хостовары. Порошок, стиральный шампунь. Ну вот такая продукция. Также здесь вот такое вот организованное место отдыха для детей и взрослых. Это пруд-котлован и детская площадка с дорожками, чтобы можно покататься было на велосипедах, на роликах детям, а также с детской коляской пройтись, прогуляться по свежему воздуху. Здесь есть вот такие вот детские горки, качели, турник, а также место для занятий баскетболом. И пруд. Каждый год его чистят весной. Ну, надеюсь, что в этом году тоже почистят. И он всегда выглядит аккуратно, симпатично. Ну и вообще вода всегда это хорошо, когда в непосредственной близости к частным домам. Ну а мы продолжаем свой путь до следующих объектов инфраструктуры, которыми пользуется весь наш район. Район новостроек Песковатки. И это сетевые магазины Пятерочка и Магнит. Хочется сразу сказать, Пятерочка выручает. Да, выручает. Бывает даже поедешь в город, все там скупишься в разных магазинах и обязательно что-нибудь забудешь. И Пятерочка выручает, потому что она находится очень близко от нашего района. И там всегда все продукты есть. Также в этом здании располагается не только магазин Пятерочки, но и другие разные представительства, которые продают даже рыболовные снасти. Я видела. А также есть аптека, кондитерка, тоже парикмахерская, по-моему, даже маникюр-педикюр. В общем, все, что необходимо нам для комфортной жизни. В комплексе с этим зданием еще несколько зданий, которые торгуют строительными материалами. Там есть ларек свежее мясо, рыба. В общем, очень много всего. В принципе, если сюда приехать, то практически все можно купить для дома. Вот мы как раз подъезжаем к этому комплексу зданий. Если что-то вам не хватает, то через дорогу большой тоже такой торговый центр. Там магнит, магнит-продукты, магнит-косметик, пиво, мясо, рыба, колбасы. В общем, всякая вкуснятина продается. Здесь же находится отделение поликлиники. Сейчас там провели капитальный ремонт. Ставили пластиковые окна внутри. Там все, короче, сделали. Все чисто, аккуратно. Ну, сейчас карантин и ничего не работает. А вообще, очень хорошо, что совсем недалеко от нашего района есть вот такая вот поликлиника, где можно процедуры подделать, сходить на прием к специалистам, к своему терапевту. Ну, в общем, и не ехать за каждой мелочью в центральную районную больницу. Мы продолжаем свой путь. И сейчас мы едем к очень важному объекту. Про него у меня очень много спрашивают. Это к школе. Школа находится, как видите, совсем недалеко от нашего района. Маршрутка ходит сюда регулярно. И останавливается прямо у школьного двора. Детей высаживает. Также забирает их тоже у школьного двора. Не нужно переходить дороги. В общем, ну, я считаю, что максимально безопасно для детей. Школа у нас, я считаю, ну, вообще для небольшого городка просто обалденная. Это школа номер один имени Героя Советского Союза Машина. Школа большая. Несколько лет назад была выполнена пристройка и также капитальный ремонт существующего здания. Здесь учатся все дети, которые живут в нашем новом районе, ну, в том числе. Занятия сейчас только в первую смену, ну, потому что появились дополнительные классы в связи с пристройкой. Это тоже большой плюс. Пришкольная территория просторная, огороженная забором, с большим количеством разных объектов для занятий спорта или для просто для игр детей. Приблизительно в 100 метрах от школы номер один находится учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества Радуга». Мы на машине, и поэтому вокруг объехали, да, чтобы подъехать к этому зданию. А дети после занятий в общеобразовательной школе буквально через дворы, там, за пять минут доходят до Центра развития творчества Радуга. И занимаются на разных, назовем их, кружками, да, разной направленности. Здесь раньше была школа «Малютка», мы ее так называли. То есть дети с первого по четвертый класс учились. А после того, как нам пристроили школу основную, то все теперь дети учатся в одной школе. А из этого здания после капитального ремонта сделали Центр творчества. Вот видна крыша основной школы, и вы видите, насколько это близко и очень удобно для детей. Здесь очень приятно находиться, все ограждено забором, ухоженная территория, там удобные классы и множество развлечений и занятий для детей. Там есть такие кружки – художественное творчество, радиожурналистика, студия ТВ, фитнес детям, веселые нотки, английский язык, золотые ручки. А также работают филиалы образовательных учреждений города Лиски. Ну, например, это детская школа гимнастики имени Болдина, Центр технического творчества и театральная мастерская. Думаю, теперь вам всем понятно, что и школа, и дополнительное образование кружки находятся очень близко от нашего района, где мы живем, от нового района города Лиски. Мы отъезжаем от школы номер один, и сейчас тоже такой небольшой объектик хочу вам показать. Это пункт выдачи интернет-магазина «Валкберис». Кстати, вот мелочи приятны. Раньше был такой пункт только в центре города, и приходилось туда ездить. А сейчас очень удобно, все здесь под рукой. Мы едем дальше, и уже подъезжаем, как бы, ну, здесь у нас называется на местном уровне, скажем так, район сахарного завода. И почему я их тоже хочу вам показать, эти объекты? Потому что это ближайшие объекты, например, спорткомплекс и банк к нашему району. Спорткомплекс «Олимп», он состоит из нескольких зданий. Здесь дети занимаются на бесплатной основе различными видами спорта. Здесь огромный стадион, где также проходят и занятия учеников, потому что этот стадион граничит прямо с территории школы номер один. Вот, так что сюда могут дети ваши ходить на спортивные разные секции. Также здесь отделение банка, отделение почты, много различных магазинов. Можно сказать, ближайший тоже магазин, где продают различные семена, удобрения. Ну, потому что мы живем на частной участке у нас есть, и эта тема очень актуальна. Вот отделение банка с банкоматами, которые работают круглосуточно. Также здесь отделение почты. Ну, я думаю, что дальше мы уже не поедем, потому что это уже далековато от нашего района. Но на этом мой рассказ не заканчивается. И давайте еще теперь с основной дороги на улице Романова повернем налево. И поедем по району так называемой Старой Песковатки. Я вам хочу показать еще два очень важных объекта. Это Песковатский храм и отделение почты, которое обслуживает именно наш район, район новостроек города Лиски. Район Старой Песковатки. Это один из старейших районов города Лиски. И, как видите, здесь очень старая застройка с непонятной вообще территорией, конфигурацией улиц, со старыми домиками. Но зато с очень красивой и такой уже взрослой растительностью. Здесь всегда очень красиво цветут сады. Все засажено цветами, тюльпанами, сиренью. Новой застройки здесь практически нет. Здесь дома либо реставрированные старые, либо редко можно встретить, которые дома под снос. То есть их снесли и построили уже какой-то современный новый дом. И мы по изверистой дорожке района Песковатки приближаемся к храму. Про храм у меня есть отдельный ролик. Кому интересно, пожалуйста, посмотрите. Ссылочку оставлю внизу в описании. Наш Песковатский храм новомучеников воронежских. Настоятель храма протеерей Александр Королев. Или для всех нас батюшка Александр. На территории храма очень ухоженная, красивая, с хвойными растениями. После венчаний, крестин здесь всегда получаются очень красивые фотосессии. Также на территории храма есть отдельное здание. По желанию и благословению батюшки Александра, здесь строятся классы для дополнительного развития детей. Классы для воскресной школы при храме, для занятий спортом и для занятий разными видами творчества. Рядом с храмом расположено отделение почты, которое обслуживает наш весь новый район новостройки Песковатка, город Лиски. Задавайте, пожалуйста, вопросы. Обязательно отвечу на них в следующих роликах. А сегодня я с вами прощаюсь. Всем до свидания и до новых встреч.